9.11 на часах, друзья. Понедельник на календаре. Все еще лето в сердцах Василия Кирова, Людмила Ширяева. Да и на календаре и за окном. Все еще лето, и мы, как и обещали, рассказываем о сокровищах Петербурга. Все дело в том, что в Петербурге стартовали археологические работы на территории бывшего шведского города Ниен, расположенного по Большеохтинскому проспекту. Работы продлятся до декабря. Раскопки пройдут на территории Ниена, существовавшего в устье реки Охты на протяжении 17 века. Все подробности узнаем у нашей гости на прямой видеосвязи с нашей студией. Руководитель проекта, директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской Академии наук Наталья Соловьева. Наталья Федоровна, говори вам доброе утро, рады видеть в нашем большом утреннем эфире. Доброе, доброе утро. Но вот получается, что Санкт-Петербург прям стоит на месте вот этого Ниена. А вот известно ли сейчас вообще, насколько это большой был город? Вообще, чему он был посвящен? Чем занимались жители? Это традиционный город позднего средневековья, раннего новейшего времени. Это 17 века. Мы знаем историю. До того на этой территории было когда-то и русское поселение, была Ланскрона шведская, было русское поселение. Потом снова появилось шведское поселение, тот самый Ниен. Ту территорию, которую мы знаем, это примерно 2000 человек жило, наверное, около того. Границы, то, что определено по шурфам работами наших специалистов институтских в 90-х годах, примерно определены. И мы сейчас проводим работы на небольшом участке этого города. И скорее даже, я бы сказала, на его окраине. Наталья Федоровна, ну вот все мы знаем такое понятие, как культурный слой. А вот сколько, например, слоев земли или метров почвы, может быть, нужно раскопать, чтобы дойти, добраться до Ниена? Есть ли уже такое понимание? Везде по-разному. То есть мы с вами понимаем, что культурный слой раскапывается до... У нас есть такой наш термин, он жаргонный, естественно, но вполне приличный. Материк. Материк – это та часть почвы, где уже нет следов жизнедеятельности человека. Так вот, раскопать всегда нужно до материка. В нашем случае до материка может быть и 3 метра, и 4 метра, если это какая-то заглубленная постройка. Поэтому сказать пока сложно. Однозначно мы понимаем, что это будет где-то около 3 метров от современной поверхности. А вот интересно, уже ожидаются, ожидаете какие-то определенные выводы по итогам раскопок? Может быть, знаете, даже какие-то сенсации можно сделать? Ведь недаром Петербург называют «русской троей», тем самым подразумевая, что история гораздо древнее, чем мы знаем относительно основания Петербурга и дальнейшей жизни города. Для нас для всех сенсации будет, если там также будет обнаружен неолит. Пока мы раскопали до того самого материка небольшой участок, потому что мы не так давно начали работы. Если будет неолит, это будет сенсацией, хотя неолит на Охтинском мысу был найден. Что мы ждем? Понятно, что мы ждем классического культурного слоя города и даже его окраины. Мы уже раскопали несколько домиков. Не я на этом домиков говорю, потому что это были именно небольшие квадратные деревянные домики, остатки которых мы нашли. Мы нашли остатки земляного оборонительного вала. К сожалению, он не в очень хорошем состоянии, потому что это насыпанная часть, которая растекалась в буквальном смысле от воздействия всевозможных погодных условий. Ну и, что впереди сложно, я не люблю и никогда не пользуюсь названием «Русская Троя». Мне гораздо симпатичнее, когда Петербург называют «Северной Пальмирой». Это правда, Наталья Федоровна. Но вот мы уже озвучили, что раскопки продлятся до декабря. Есть ли, может быть, план дальнейшего развития этой территории? Может быть, там будет музей под открытым небом? Или, соответственно, эти находки отправятся на изучение уже в какие-то лаборатории специальные? Ну, находки уже отправляются на реставрацию и изучение. Мы нашли несколько монет, мы нашли, понятно, керамику, мы нашли какие-то стеклянные сосуды, конскую упрещь и так далее, и так далее. Находки уже в реставрационных работах. Конечно, в случае, если мы обнаружим что-то такое, что потребует сохранения, разумеется, это будет обсуждаться с органами охраны, которые в ответе за принятие решений. Но пока это классическая охранно-спасательная археология под будущее хозяйственное освоение. Сложно сказать, что ждет впереди. Понятно, что нам сейчас очень нравятся те две мостовые, которые вот сейчас у вас даже мелькнули на экране, которые формировали улицу, которые были на картах города в 18-19 веках. И, разумеется, если мы могли их сохранить, было бы здорово. Наталья Федоровна, спасибо вам большое, невероятно интересно. Я уверена, что Петербург скрывает от нас много загадок, которые однажды покажет нам. Благодарим Наталью Соловьеву, директора Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской Академии Наук.